добрый день дорогие зрители а также это видео снимаю для человека который отослал вот эту посылку из китая или сингапура по моему да сейчас мы это глянем в общем проблема здесь была вот мы получили наконец-то но была некоторая проблема значит обратите внимание здесь на самом деле мобильные два мобильных телефона якобы выслал player mp5 и цена его там каких-то 20 долларов да вот но сейчас мы сейчас мы хотим вот открыть вот она запечатана получили вот это из китая то есть сайта алиэкспресс кстати ссылка вот этот товар этот телефон будет под видео кому это интересно хороший телефон мы просмотрели по параметрам да действительно телефоны не play и кстати говоря по этому поводу у нас были проблемы с таможенниками но мы их решили показали что на самом деле да и вот дальше мы дальше мы распечатываем один телефончик смотрим на него да он действительно соответствует пяти что-то какая-то пленка чтобы отклеить посмотрим телефон видно что действительно батарейка так тяжеленькая чувствуется я вот до сих пор носил четыре с половиной леново здесь вот это чувствуется очень хорошо действительно более-менее вот такой у нас получился тяжеленький он идет на 5000 миллиампер батарейка ну и к нему прилагается зарядное устройство с переходничком шнур в общем то этот это положено жарда нормально дальше мы попробуем попробуем сам телефон мобильный да здесь еще один телефон есть еще один телефон тоже есть пленка ну давайте теперь обратим внимание на один из телефонов значит мы попытаемся его включить сейчас посмотреть что за параметры у него значит действительно zenfone asus zenfone 5 zenfone по упаковочке посмотрим на самом деле что хорошо хорошо теперь наша задача его протестировать смотреть то есть как какой он есть он есть такой да телефон хороший так себе он ничего нормально выглядит отлично по внешнему виду мне тоже нравится ладно мы тогда сейчас его включим до посмотрим где у него кнопка питания если сохранился еще заряд батарейки но должен был сохраниться значит да вот сразу мы уже видим asus search android да он запускается power by android до этого надо клеить потом разберемся пока он на ней трогали руками до заряда батареи хватает батарейки хватит ну и дальше мы уже разберем и поделимся с вами своими впечатлениями своими параметрами пока ставим на паузу и так давайте мы посмотрим что за телефон asus 5 заходим в настройки смотрим что у него там ну например посмотрим экран что светодиодный индикатор светодиодный индикатор размер шрифта стиль шрифта автоповорот но это все яркость давайте посмотрим яркость яркость нормально так слишком ярко получается на среднем это хорошо на память посмотрим какая у него память значит 10 гигов памяти вот что там в общем оперативка хорошая мы добавили еще внешнюю карту это да 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 что еще вот можно посмотреть ну звуки понятно приложение да можно добавить приложение это это не то что нас особо интересует батарея батарея на самом деле хорошая качественная до большая батарея ну соответственно на такой на такой размер экрана конечно нужно хорошая батарея чтобы светить поэтому потребление такой батареи хорошая но и достаточно надолго его должно хватить ее должно хватить конечно можно энергосбережения использовать в общем и крайне в общем все что касается этого дела мы сделали фотографии качество фотографии очень хорошее то есть нам нравится насколько он на 13 мегапикселей видео хорошо идет разрешение хорошее есть видео какое-то уже загружено здесь да можно глянуть сейчас смотрю это галерея FM радио кстати фонарик есть камера спереди сзади сейчас 9 фото тут видео видео вот покрыть вот 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 Такой вот телефон Asus 5. Кого телефончик интересует, можно купить на сайте Алиэкспресс. Цена невысокая, поэтому рекомендуем. Всего вам доброго. Ссылка, как я уже говорил, на сам телефончик будет под этим видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok